Здание школы номер 10 с углубленным изучением английского языка города Находка капитально отремонтировали в рамках партийного проекта «Новая школа». Обновленное образовательное учреждение посетило Лека Жемякова во время рабочего визита в муниципалитет. Начну с предыстории этого ремонта, потому что помню в 2018 году, как раз в период выборной кампании, как раз назначение, начало 2019 года. Вообще стоял вопрос о целесообразности ее ремонта в силу того, что здание 1951 года, и, конечно, у многих был вопрос, в том числе и здесь, в администрации тогда города, о том, что, может быть, ее нецелесообразно ремонтировать. Но здание само по себе прекрасно, архитектурно, стоит на удобном месте, и тогда все-таки было принято решение ее сохранить. Были подготовлены все необходимые документы, и вот в течение двух лет был ремонт, который великолепно выполнен. Образовательное учреждение расположено в двух зданиях. Среди учебных кабинетов есть два спортивных зала, библиотека с читальным залом, зал хореографии, медицинские и процедурные кабинеты. Когда совместными усилиями, он получается, немножко напоминает такой уютный домашний дом, куда дети с охотой приходят. Поэтому мы уделяем большое внимание, могу только сказать, по находке порядка 25 объектов ремонтируются в системе образования. Вот из них 13 детских садов, 12 школ в целом, по краю это 73 объекта. И, конечно, важно, чтобы родители принимали участие в этих ремонтах. С тем, чтобы они способствовали тем, ну скажем, мероприятиям, которые нельзя провести по смете. Вот, то есть, которые могут родители сами или сами руками создать, или что-то сделать, где-то привлечь какие-либо предприятия. Потому что школа, ну это, наверное, целая жизнь ребенка, и от того, каким она будет для него домом, что он из этого вынесет, вот такой будет ребенок. Здесь обучается почти 800 человек. Со второго класса ребята углубленно изучают английский язык, а в старших классах реализуется программа гуманитарного профиля. Учебное заведение в находке работает целый день и обеспечивает максимальное раскрытие способностей ученика. Диана Иванова, Новости на восьмом.